АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, ладно, начнем. Все хорошие дела должны начинаться с молитвы. ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы ведь с вами струны, Служим здесь в женате. А быть может ветер, Что траву качает, Унесется от горы Все наши печали. Где бы мы с легким сердцем Чистый воздух пили, Среди трав пьянящих На луках России. Где бы мы с легким сердцем Чистый воздух пили, Среди трав пьянящих На луках России. Размахляться ударю Горизонт огромный, Мы уйдем с друзьями В путь аэродромный. Нас винты поднимут Над землей авгазкой, Не домой спецрейса Ляжет путь обратный. Нас винты поднимут Над землей авгазкой, Не домой спецрейса Ляжет путь обратный. Нас винты поднимут Над землей авгазкой, Не домой спецрейса Ляжет путь обратный. Не домой спецрейса Ляжет путь обратный. Нас винты поднимут Над землей авгазкой, Нас винты поднимут Над землей авгазкой, Не домой спецрейса Ляжет путь обратный. Это все по пройдуму. Как началось, так и началось. Во время майского концерта в Гнезде Лухаря, многие зрители мне передавали записки с просьбой спеть дуриную песню из алганского репертуара, но, к сожалению, программа была ограничена временными рамками, и некоторые песни оказались за бортом. Сегодня я попытаюсь исправить эту недоработку, и зрители услышать те песни, которые я не пел в мае. Ну и, конечно, хотелось бы напомнить, что сегодняшняя программа анонсирована в афишах Гнезда Лухаря как концерт, посвященный Дню Работников Органов Госбезопасности Российской Федерации, который мы отмечали 20 декабря. Я пенсионер ФСБ, прослужил около 20 лет в органах Комитета Госбезопасности СССР, и к этой торжественной дате я имею самое непосредственное отношение. Вы знаете, концертную программу я бы хотел начать с песни из кинофильма «Ошибка резидента». Ну, безусловно, вам всем хорошо известна песня Евгения Аграновича, которую исполнял Михаил Иванович Ножкин в роли Бикассо в этом кинофильме. Почему я хотел бы начать с этой песни? Вот и игра актера, и сам фильм произвели тогда на меня неизводимое впечатление, и, я вам скажу честно, стали одним из побудительных мотивов идти на работу в органы госбезопасности. Ну, давайте попробуем. Я в весеннем лесу пил березовый сок С ненаглядной пигуней в стогу ночевал Что имел, не сберег, что любил, потерял Был я смел и удачлив, а счастья не знал И носила меня, как осенний листок Я менял города, я менял имена Надышался я пылью В заморских дорог Где не пахли цветы, не блестела луна И окульский завод швырял в океан Проклинал красоту островов и морей И вразильских болот Малерийный туман И лено хабаков, и тоску ладерей Зачеркнул всю жизнь Да сначала начать Полететь к ненаглядной И луне своей И луне своей Да вот только узнает Природина мать Одного из пропащих Своих сыновей Я в весеннем лесу Пил березовый сок С ненаглядной И луне своей В столу ночевал Что имел не сберег Что любил потерял Был я смелый, удачный А счастья не знал Хотел бы несколько теплых слов Сказать о Михаиле Ивановиче Ножкине Мне посчастливилось С ним встречаться несколько раз Первый раз это было в Донецке В начале 80-х Когда Михаила Ивановича пригласили На встречу с сотрудниками Донецкого управления КГБ Михаил Иванович пришел с гитарой Исполнял свои песни Читал стихи Наши технические работники Оперативно сделали Размножили его фото И после концерта Мы подходили к нему Брали автографы И у меня такая фотография С его автографом Хранится в архиве Изумительной души человек Прекрасный актер Великий поэт Патриот России Мне довелось также встретиться С Михаилом Ивановичем В 2020 году Уже в Москве На день ветеранов боевых действий Который Замечательно отмечался В организации Герб и Знамя В состав правления Который Михаил Иванович Михаил Иванович Вводит Эта организация Костяк которой Составляют офицеры Четвертого каскада Стала инвестором В 2021 году По записи И выходу в свет Альбома Будь проклята война Пожелаем Михаилу Ивановичу Долгих лет жизни И творческих успехов Возвратимся К нашей истории Перенесемся на 43 года назад 1980 год В течение двух дней 11 и 12 августа Наша команда Карпаты Отряда КГБ СССР Каскад Переместилась Совсем личным составом Техникой И вооружением В район Города Шинданда Провинции Герат Там начались Наши боевые будни Параллельно В свободное От боевых будней Время Рождались И записывались На бытовой магнитофон Первые песни В поселке Адраскан Влизи Шинданда Я в Духане Купил бытовую Магнитолу Портативную Стал возить ее с собой В бронетранспортере Хотелось Оставить память О звуках О необычных звуках Которые сопровождали нас С первого времени С первых минут Пребывания В этой стране Это и служба Мулы В мечети И звуки Реактивных самолетов Взлетающих С аэродрома В Шиндан И звуки Боя Много чего другого Тогда я еще не думал Что эти записи Можно использовать В качестве фона Для каких-то песен Ну потом К счастью Это пригодилось Всего в Афганистане Я записал Ну можно сказать Почти студийно Три аудиокассеты Студийно Ну я вам потом расскажу Как они записывались Какая студия была Вот если кто-то помнит Первую кассету Там Песня В ту ночь Где рассказывается О вводе В Афганистан 103 Витебской дивизии ВДВ В начале песни Звучат Тревожные звуки Морзянки Эти звуки Мне отбили Наши радисты В песне Кабул далекий Звучит Молитва Мулы В мечети А в песне Афганской Слышны звуки Ведущегося Боя Ну правда Не в окрестностях Кабула А в уезде Шиндан Ну послушайте Песни Из вышеперечисленных В ту ночь Пришел сигнал Казарму к нам Десантникам Тревогу Объявить И нас уже ведут По кораблям Маршрут давно На карте Проложили И нас уже ведут По кораблям Маршрут Маршрут давно На карте Проложили Впервые Мы не взяли Парашют Зато Рюкзак Патронами Напили Сигнал Парашют Пошел Сирену Не дают И рамку Для прыжка Нам Не открыли Сигнал Пошел Сирену Не дают И рамку Для прыжка Нам Не открыли В ночи летит могучий караван, Людьми и техникой набитый. Сказали нам, летим в Афганистан, Спасать народ, амина, с полку сбитый. Сказали нам, летим в Афганистан, Спасать народ, амина, с полку сбитый. И шесть часов прошли, как пять минут, Хотя идем согласно распорядку. Нас полосу и огни к себе зовут, И караван заходит на посадку. Нас полосу и огни к себе зовут, И караван заходит на посадку. Нам на раздумья время не дано, Оружие свое готовим к бою. Войну видали только лишь в кино, А здесь придется жертвовать собою. Войну видали только лишь в кино, А здесь придется жертвовать собою. И вот вдруг скрежет танков об асфальт, Кому машины с грохотом ворвались, Под их напором крошится базальт. И в горы грозным гулом отозвались, Под их напором крошится базальт. И в горы грозным гулом отозвались, И этот гул пройдет во всей стране, Словно сигнал убийцам трепещите, Ваш прах осядет пылью на броне. Пощады у десанта не просите, Ваш прах осядет пылью на броне. Пощады у десанта не просите. В ту ночь пришел сигнал, А замок нам. Еще одна песня из тех, Которую я не исполнял здесь, в Майи, Называется «Кабул далекий». Кабул далекий и безжизненная степь, Пейзажи эти надоели мне по-корлу, Ты многих не дождешься, сыновей. Земля родная, плачь, рытай от горя, Ты многих не дождешься, сыновей. Земля родная, плачь, рытай от горя, Они ушли, покинули тебя. И в партиях дорогу указала, Иди и выполняй святой приказ, Чтоб Родина спокойно засыпала. Иди и выполняй святой приказ, Чтоб Родина спокойно засыпала. Спокойно спите, Матери, отцы, Невесты, жены, Сердцу дорогие, Храним, пусть святая честь Своей страны. Мы верные сыны твои, Россия, Храним мы святая честь Своей страны. Мы верные сыны твои, Россия, И повстречавшись на родной земле, Уйдя в круговорот воспоминаний, Помянем невернувшихся парней. Единственной минутой молчанье, Помянем невернувшихся парней. Единственной минутой молчанье, Своей страны, Своей страны, Своей страны, событиях, государственных праздниках, днях рождения, когда в большой палатке столовой собирались все ребята, дружно подпевали. А вот уже первую кассету в Афганистане я записал вполне осознанно, с надеждой, что эти записи и для меня, и для других ребят будут иметь жизненно важное значение, как некий музыкальный отпечаток пребывания и выживания в далеком жарком зарубежье. Записывал кассеты я в вагончике солдатской бани ночью. Ну, почему ночью? Понятно, техника стоит на приколе и не шумит, и напряжение не прыгает. Записывал на качественные японские аудиокассеты и японские магнитофоны марки Sony, Panasonic. Но так получилось, что по соседству с нами в Шинганде стоял шинганский госпиталь, с персоналом которого мы поддерживали дружеские отношения. Вот туда и попали первые растиражированные нашими ребятами мои кассеты. Но этим, собственно, отчасти и объясняется их распространенность и популярность среди ребят Афганзе. Кто выписывался из госпиталя, обязательно увозил с собой кассету. Вот еще несколько песен, написанных во второй половине 80-го года. Песня «Фотографии». Я в кармане своей гимнастерки Твою фото в блокноте храню, И в афганских горах, на привалах, на него я с надеждой смотрю. Сколько сил мне дает милый образ в этой проклятой богом стране. А насколковый пуль сберегает и ухажет дорогу к воде. А насколковый пуль сберегает и ухажет дорогу к воде. Я душою с тобой не расстался и в далеком афганском краю. Хоть недолго с тобою встречался, но тебя больше жизнью люблю. Хоть недолго с тобою встречался, но тебя больше жизнью люблю. Ты листе и во всем помогаешь, может, этого ты не поймешь. Вдруг случится, я падаю духом, ты со мною в атаку идешь. Да, мне выпала доля такая, за афганский народ воевать. На добрымистой кручей ступая, пыль глотать и ночами не спать. Здесь везде тебя смерть поджидает, и в укрытиях не спят снайпера. Только шаг, лишний шаг твой оплошный, не закроешь глаза навсегда. Дрожь кидает, когда ты увидишь, что товарищ твой замерк вопал. Еще теплые руки сжимают от гранаты холодный запал. Еще крепче сожмешь рукоятку и прикладки притискнешь к плечу. За кровь, друг, а за громнейшим гневом магазин ты подаришь врагу. В голубой тишине на привале размышляем, за что мы льем кровь. За всех вас, за тебя, дорогая, отправляемся в горы мы вновь. За всех вас, за тебя, дорогая, отправляемся в горы мы вновь. Ты до смерти меня очень боится, ведь в стадании вернулся я вновь. Вот что делает милый твой образ, вот что делает наша любовь. Вот что делает милый твой образ, вот что делает наша любовь. Здравствуй, дорогая из Афганистана. Я бежу, как прежде, жив я и здоров. Что в часы свободные, ходим по духам. Позор мне Кабула, я не видел городов. Что в часы свободные, ходим по духам. Позор мне Кабула, я не видел городов. Не могу рассказывать о своей работе. Что всегда с оружием в город я хожу. Что бронежилеты среди нас в почёте, О ночных дежурствах тебе я не скажу. Что бронежилеты среди нас в почёте, О ночных дежурствах тебе я не скажу. Я писать не стану о жинданской пыли. Тряски в БДРах, горных кишлаках. Как во время ридах, в переделках пыли. И ложились пули рядом в двух шагах. Не скажу тебе я, как мы потеряли Лучших из товарищей в этой стране. Зря своей судьбе они жизни доверяли. И лежать остались на стальной броне. Зря своей судьбе они жизни доверяли. И лежать остались на стальной броне. Лишь одно скажу тебе, ангел мой хранитель, Что во всех походах ты была со мной. Тысячей невидимых связаны мы нити. Я тебя обязан тем, что я живой. Тысячей невидимых связаны мы нити. Я тебя обязан тем, что я живой. Песня «Кружат вертолеты» Над горами цепляя вершины Кружат вертолеты Где-то эхом вдали Прогремели последние взрывы Только изредка ночью взорвут тишину пулеметы Проверяя, а все ли мы живы Афганистан, Афганистан Афганским дорогам пришлось нам проехать немало Мы треслись в БТРах, нам небо служило палаткой И надолго под звездами твердым законом нам стало Не искать, не искать На земле жизни сладкой Афганистан, Афганистан Афганистан, Афганистан Здесь про страх и опасность Мы будто с тобою забыли И в минуту отчаяния мы Научились смеяться И с друзьями, которых На целую жизнь полюбили Мы привыкли Надолго прощаться Афганистан, Афганистан Афганистан, Афганистан Афганистан Время мире нашло Только быстро усы отрастали Снились ночью нам дети Любимые жены нам сынились Но когда, расставаясь с друзьями Прощаться мы стали Почему-то опять загрусти Афганистан 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 были включены офицеры, входящие ранее в так называемое неструктурное подразделение КГБ СССР, отряд «Зенит». Это отряд, который принимал участие в операции «Шторм-333» по свержению режима «Хафизулы-Амина» в Кавули. Эти ребята заслуженно возглавили некоторые оперативно-боевые группы, так, насколько я помню, командиром 16-й группы у нас был Володя Поддубный, командиром 15-й группы Володя Макаров, оба брали участие в захвате правительственного дворца Амина. Могу также назвать по памяти Мишу Лопатенко из Молдавии, он обеспечивал захват аэродрома в Баграме, Станислава Сахацкого из Макеевки, Министерство связи в Кавули. Эти ребята часто рассказывали о том, как происходили эти события. А Володя Макаров исполнял еще под гитару песни «Рожденные в отряде «Зенит». От него я перенял песни «Зенитовцы». Вот одна из них. Ну, переворот происходил 27 декабря 79-го года, и песня называется «В декабре зимы начала». В декабре зимы начала, В декабре не рожденья есть. Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песня? Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песня? В декабре меня кроха спросит, Потирая осякший нос. Папа всем ли подарки приносит, В новогоднюю ночь День Мороз? Папа всем ли подарки приносит, В новогоднюю ночь День Мороз? В декабре есть еще одна дата, Без ответки на календаре. Я тебя целую, как брата, На Кабунском чужом дворе. Слезы радости вспомни об этом, И друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог этот, Неуклюжий мужской поцелуй? Почему нам так дорог этот, Неуклюжий мужской поцелуй? В суете новогодней ночи, Вспомнил наш боевой отряд. Третий тост за ушедших навечно, Первый тост за живых ребят. Третий тост за ушедших навечно, Первый тост за живых ребят. И еще одна песня, Тоже из репертуара отряда «Зенит». На мелодию известной песни Из репертуара Петра Лещенко «Журавли». Называется она «Здесь под небом чужим». Здесь под небом чужим, Под Кабунской лазурью, Слышны крики друзей, Улетающих вдаль. Ах, как хочется мне, Загляну в амбразуру, Пулеметом глушит По России печаль. Ах, как хочется мне, Загляну в амбразуру, Пулеметом глушит По России печаль. День и ночь безразлучно, С боевым автоматом, Пистолет под ремнем, Как братишка родной. Ах, как хочется здесь Обложить землю магом, Слезы радости лить Над родимой землей. Ах, как хочется здесь Обложить землю магом, Слезы радости лить Над родимой землей. Нас с зенитом судьба Очень крепко связала Нам в зените друзей Не забыть никогда. Расплескали мы крови, Пока полу днем мало, И придется еще, Коль возникнет нужда. И приехал домой Не забудь эти встречи, Прилетел, не забудь, Как вершили дела. Не забудь всех друзей Не забудь ты их плечи, Их поддержка тебе Счастье в бой принесла. Здесь под небом чужим Под кабульской лазурью Ах, как хочется мне Загляну в амбразуру. Улимена там глушит По России печаль. Ах, как хочется мне Загляну в амбразуру, Улимена там глушит По России печаль. Аплодисменты Те, кто интересуется моим творчеством, Знают, что в моем литератуаре Немало песен, в которых упоминается Тема десанта. В нашей команде Карпаты На рядовых должностях стрелков, Водителей, радистов Было немало спецрезервистов, Бывших десантников. Кроме того, с подразделениями ВДВ Мы проводили совместные Чекистско-войсковые операции. Что сказать? Десантники – это профессионалы своего дела, Беззаветно преданные своей стране. Не зря я на первой кассете, Которая вышла в Афганистане, Записал очень популярную В 60-х годах прошлого века Песню баллада о парашютах. Ее автор – Михаил Леонидович Анчаров. Палет, прозаик, драматург. В 1941 году он ушел в армию, Был десантником. В 1944 году закончил институт военных переводчиков, Воевал в Маньчжурию, Был награжден орденом Красной Звезды, Многими медалями. После войны начал писать песни На стихи собственного сочинения. Об Анчарове, как об одном из первых бартов, Хорошо отзывается Владимир Высоцкий, Считая его своим учителем. Позвольте я исполню сейчас Песню Анчарова «Баллада о парашютах». Парашюты рванулись и приняли вес, Земля колыхнулась едва, А внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова. Автоматы были, как суки в мороз, Пистолеты били в упор. И мертвое солнце на стропах берез Мешало вести разговор. И сказал Господь «Эй, ключари, Отворите ворота в сад!» Даю приказ от зари до зари В рай пропускать десант. Сказал Господь «Эта ж кошка летит» В лагушинский атаман. Череп пробит, парашют пробит, В крови его автомат. Череп пробит, парашют пробит, В крови его автомат. Он врага монастырил и лег у реки, Уронив на камне песок. И звезды гасли, как угольки, И подали на песок. Он грешниц любил, а они его И грешником был он сам. Но где ты, святого, найдешь одного, Чтобы пошел в десант? Но где ты, святого, найдешь одного, Чтобы пошел в десант? Так отдай же, Георгий, Вот знамя свое Серебряные стремена. Пока этот парень держит копье, На свете стоит тишина. Пока этот парень держит копье, На свете стоит тишина. И скачет лошадка, и стремя звенит, И счет потерялся дня. И мирное солнце так очень сидит Под ковою по камням. И мирное солнце так очень сидит Под ковою по камням. И мирное солнце так очень сидит Под ковою по камням. И мирное солнце так очень сидит Еще одна песня, посвященная десанту. Раньше она называлась просто Песня десантника. Но потом, когда я записывал альбом «Будь проклята война», Попросил аранжировщика сделать аранжировку В такой несколько креативной творческой форме. И я ее переименовал «Десантный рок». Послушайте. Лишь только солнце спустилось за лесом, Лишь только вечер опутал всю планету, Молча десант в самолеты вошел, Увидев сигнал ракеты. Молча десант в самолеты вошел, Увидев сигнал ракеты. Мы будем прыгать в глубоком тылу, Кровить штабы и ракетные базы. Мы ставим на карту судьбу свою, Надежность ее не проверим даже. Мы ставим на карту судьбу свою, Надежность ее не проверим даже. Руку через левое плюнь плечом, Выбрось из ранца хлеба пухом, Пару гранат положи еще, Хлебом не бросишь по танку. Пару гранат положи еще, Хлебом не бросишь по танку. Кому повезет останется жить, Кому суждено совсем иное, Под куполом белым на землю плыть С простреленной головою. Работу окончили мы до рассвета, Земля дымится чуть позади. В базе ракетной песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. В базе ракетной песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. Поскольку мое выступление все же посвящено Дню Органов Государственной Безопасности, я не могу не вспомнить о таком славном подразделении Комитета Госбезопасности СССР как курсы усовершенствования офицерского состава, Сокращенно КООС. Оперативный состав КГБ СССР готовили к действиям в составе оперативно-боевых групп на особый период. Ну то есть в начале войны. Они должны были действовать в глубоком тылу или на территории противника. Решение о создании курсов в системе высшей школы КГБ СССР было принято в 1969 году, а в середине 1970 года курсы начали свою работу в городе Балашиха в Подмосковье. Ежегодно курсы проходило около 60 человек. Длительность подготовки занимала 7 месяцев. Для курсантов преподавали дисциплины, которые были нацелены на подготовку командира разведывательно-диверсионного подразделения. Там были специальная физическая, огневая подготовка, воздушно-десантная, горная, специальная тактика, минно-подрывное дело, топография, навыки развед деятельности, ну и опыт партизанской борьбы. За подготовку спецрезервистов на случай военных действий отвечал 8-й отдел управления С, нелегальная разведка, 1-го главного управления, это разведка. Из КОС вышли отряды «Зенит», о котором я уже говорил, отряд «Каскад», которым я служил, ну и, конечно, «Вымпел». «Вымпел» — это эксклюзивное подразделение, такого не было ни в одной из спецслужб мира. Накануне афганских событий в июне 79-го года очередной выпуск КОС был досрочно выпущен и 5-го июля 79-го года почти весь выпуск убыл в Афганистан в составе сформированного на базе КОС отряда «Зенит». Командир отряда, руководитель курсов, полковник Баярин. Этот отряд, численность которого к декабрю 1979-го года достигло 150 человек, как я уже говорил, участвовал в операции по свержению режима Хапидзула и Амина 27 декабря 79-го года. Выпускники курсов Александр Малашонок и Олег Рафт написали песню в свое время, называлась она «Бой затих у взобранного моста». Ну а потом, с полным основанием, эта песня стала называться «Гимном КОС». Послушайте, пожалуйста. «Бой затих у взобранного моста» КОС. 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 КОС.